Берём 500 грамм масла и натираем через тёрку. Перемешиваем с мукой. Всё это перемешивайте, немножко натирая руками. Получаются у нас вот такие комочки маленькие. Теперь сюда добавим остальные наши ингредиенты. А именно, мы сюда добавим. Вечные желтки, 5 штук. Ванильный сахар. Лимонная кислота, 2 грамма. Чепотку соли. 400 грамм сметаны. Теперь это всё хорошенько перемешиваем руками. Ну всё, тесто готово. Теперь тесто оставляем и начинаем делать начинку. В начинке берём 500 грамм муки. Сюда добавляем тоже ванильный сахар. 150 грамм масла тоже протираем через тёрку, как мы делали в тесто. Сюда же добавим 1 желток. Тоже перемешаем. И сюда же мы добавим, последнее, что мы сюда добавим, это сахарную пудру. 750 грамм. И тоже всё перемешиваем. Теперь тесто делим на несколько частей и начинаем раскатывать. Толщина нашего листа должна быть где-то около 2 миллиметров. Теперь сюда кладём на весь лист. Распределяем начинку. И в виде рулета закрываем. Вот с помощью такого ножа фигурного я начинаю резать на ромбики. Получается вот такими слоями. Теперь нам остаётся это поставить на противень. Противень можно застелить бумажкой для выпечки. И сверху нужно смазать яйцом. Духовку заранее подогреваем до 180 градусов. Вот такая красота у меня получилась. Они такие нежные, мягкие. Посмотрите. И вот так они выглядят внутри. Пахнут они просто изумительно. Стоит сделать и попробовать их, чтобы понять, как это вкусно. Если вам понравилось сегодняшнее мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Первонет. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok